Как показывает практика, в большинстве случаев крайне трудно пользоваться такими исключениями. Раз. И второе. Вот отказ от дачи показаний, это уже будет яркий сложок для следствия о том, что надо копать дачи. Поэтому, честно говоря, мы в своей практике стараемся рекомендовать отказываться давать показания, очень, прежде всего, очень подумав об этом, поскольку мы тогда говорим, что я не хочу давать показания по каким-то основаниям, то бишь я тем самым говорю, что эти показания могут быть использованы в такой стимуле. Пактически. И это может дать дополнительный стимул для того, чтобы двигаться дальше. Поэтому, что мы бы рекомендовали в таком часто встречающем случае, в первых, надо внимательно прочитать и изучить права свидетеля, которые вскользнутся в уголовных курсовах, среди которых самое важное право, опять же, пользоваться правовой помощью адвоката. Для чего нужен адвокат? Не для того, чтобы там что-то творить. Само присутствие адвоката уже позволит следователю, уже, так сказать, прямую следователю. Кроме того, не надо забывать, что следствие, вызывая человека, который наспорту качественного свидетеля, общую право, что нужно сделать, это не странно запринять, но в любом случае, если достать следователю возможность реализации своих прав, в частности, опять же, иметь возможность его создать. И, среди других прав, которые имеют свидетели, очень важно знать, по какому делу он допрашивается. Причем, не просто знать, а активно реализовать свое право. Если нужно в письме наставить переследный вопрос, прошу не разъединить подробность. По какому делу, в связи с чем, вы меня допрашиваете. Для чего? Потому что я хочу понимать, надо мне реализовать свое право на отрасль отдачных показаний, может ли дальнейшее расследование этого дела повредить моим интересам или нет. Буду я отказываться или нет, я потом решу, а вы мне сначала объясните, прежде чем вы меня допрашиваете.